Всем привет! Мы на конференции Minux Peter. Меня зовут Денис Каланов, я один из организаторов конференции. Собственно, у нас в гостях Кирилл Кринкин. Кирилл, он тоже организатор конференции, участвовал в формировании программы конференции. Кирилл, расскажи о себе, чем ты занимаешься, где работаешь, как связан с Linux? Вообще у меня такой широкий спектр моих занятий. С одной стороны, я занимаюсь обучением, преподаю в нескольких местах, в университетах и в организациях, которые связаны просто с дополнительным обучением. С другой стороны, я занимаюсь разработкой, участвую в опен-сорс в основном в проектах. Предпочитаю разные проекты, начинать, изучать что-то, продвигать, оставлять другим. И занимаюсь исследованиями, занимаюсь робототехникой, пытаюсь решать задачи SLAM, ориентация роботов в замкнутых и незамкнутых пространствах. Вот, собственно, что я есть и чем занимаюсь. Откуда взялся Linux? Linux взялся давно. Взялся он примерно в 2000, я боюсь соврать, в втором, может быть, году, когда это не было еще из коробки. В одном из проектов он возник, а потом я понял, что поскольку и обучение ведется на Западе, все в открытых системах, и я стал, так сказать, целенаправленно продвигать в опен-сорс учебные процессы вообще везде, потому что считаю, что это правильный путь. Мы сейчас на конференции, собственно, на Linux в Питер, ты оба дня на доклады ходишь, вижу сейчас немножко у тебя прерыв возник, расскажи, на какие доклады смог попасть, что тебе понравилось, особенно из этих докладов, ну что запомнилось, может, один-два доклада, про них расскажи. Ну, я бы сказал так, что мне особенно запоминаются доклады, вот технические, где люди, вот, действительно, очень глубоко понимают, то есть только они могут дать вот такую вот, как говорят, big picture, ну вот, например, сегодня рассказ про дебайгеры отличный был, или, например, да, 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 либо вчера, вот, не помню, что за ребята рассказывали про реализацию, там, и в ПГА своих, там, контроллеров, да, да, вот, вот, так сказать, отличные доклады. Ну, ты участвовал в, собственно, подготовке конференций нашей, бываешь ли ты на других каких-то технических конференциях, на каких можешь ли что-то рекомендовать, ну, и вообще, как у тебя твоя жизнь с точки зрения ивентов связана? Ну, я так скажу, я, конечно, больше, если посещаю конференции, то это конференции, связанные с исследованиями своими, но вот последняя... А научные больше? Да, да, ну, вот последняя конференция, например, на которой я был, которую очень рекомендую, которая очень мне понравилась с точки зрения, вот, своей техничности как раз, отсутствием всякого, там, не знаю, маркетингового булшита, вот, это конференция РосКон, ну, пару слов, что такое Рос, Рос это такой Linux фреймворк для роботов, то есть это робот оперейтинг систем, ну, короче говоря, такой Linux для роботов. Рос, да? Рос, Рос, Росорк, вот, и это действительно люди, которые приходили, вот они копают этот код, вот он, вот он тут появляется, и они рассказывали, как все устроено. То есть это очень высокий уровень конференции, и вот, ну, я не знаю, могу рекомендовать, но это, конечно, специфические такие знания. На твой взгляд, в России еще что-то есть по Linux для людей, которым куда-то стоит сходить? Много, на самом деле, зависит от уровня, то есть я вот, например, ну, я как, себя не порекламируешь, никто не порекламирует, я делаю, например, открытые курсы, так называемые MOOC по программированию Linux, ну, их много, но фишка там нашего, например, курса, который мы делаем, в том, что ты можешь, ну, это по программированию, да, ты можешь не просто там вот послушать лектора и поотвечать там на какие-то там, не знаете, чек-листы, да, знаешь, не знаешь, а ты можешь написать код, залить на сервер, он там скомпилируется, не скомпилируется, выполнится, не выполнится, запустится в каком-то хитром окружении, там, свалится, не свалится, вот это вот то, что нужно, мне кажется, для продвижения. То есть это уже там все среды готовы, вы уже прям... Да, мы пишем такой бакенд, как бы, вот, который ты все тестируешь, вот, потом я знаю много ресурсов, вот Паша, как его забыл, но, Емельянов? Нет, не Емельянов, Мизон, А, Павел Фролов. Да, Фролов, прошу прочую, вот он тоже много очень таких активностей ведет, вот, зависит, опять же, от уровня, да, то есть, если это какой-то... Уровень неинтересно, наверное. Да, уровень, и уровня подготовки, на самом деле. Сегодня я задаю вопрос, который мы похожие обсуждаем в статье на Хабре, вот, из серии, из той серии вопросов, первый, это про то, какие изменения для тебя, изменения важные произошли в Linux Open Source за последнее время, 1-3 года. Ну, вот, я сейчас стал чувствовать, что Linux это уже такая, как бы, реально зрелая, ну, экосистема, да, я бы так сказал, вот, раньше у меня было ощущение, ну, может быть, просто задачи мои изменились, но раньше у меня было ощущение, что многие вещи все-таки требуют очень детального, так сказать, понимания, что там где-то что-то под себя подточить, подточить, то есть, ну, в общем, уровень входа был, ну, выше, вот, сейчас мне, вот, уже некоторые вещи, просто можно, так сказать, использовать и не париться, они гибкие, они делают то, что ты ожидаешь, вот, и мне кажется, что вот это основной сдвиг, то есть, можно там какие-то конкретные технологии, там, не знаю, там, какие-то суперподдержку, там, SSD, там, еще чего-то, но это, мне кажется, что... Не то, что, ну, я, вот это мое личное ощущение. Продолжай эту тему, а какие изменения ты ждешь, или ты думаешь, что они произойдут, важные для тебя, опять же, в Linux? Ну, я вижу, что действительно, как бы, сложно тут вот прогнозировать, да, но мне кажется, что вот это вот, скажем, гиперконверженси, да, или как это называть, то есть, вот, настолько уже мы достигли, ну, или Linux достиг состояния, когда можно совершенно абстрагироваться от оборудования, вот эти software defined environments и так далее, то есть, это уже начинает становиться зрелой технологией, вот, SDN, там, SDS и так далее, то есть, вот оно уже есть, то есть, уже непонятно, где что работает, понятно, что вот у тебя есть сервис, который где-то работает, как-то работает, он надежен, как тебе надо, он мобилен, как тебе надо, и вот это вот, оно уже случается, это не революция, это эволюция. В этой же анкетке, по-моему, было, может быть и нет, я уже не помню, какие изменения, которые произошли за последнее время, не про Linux, а это там, не знаю, медицина, полеты в космос, дроны, виртуальная реальность, вообще сейчас много всего, что у тебя больше всего, вот такое гиковское, может быть, или техно, нацепило? Я могу сказать, что меня настораживает, меня настораживает диплёрнинг и как мы на него опираемся. А это восстание машин? Это восстание машин, оно уже идёт, да. То есть вот-вот терминатор приближается, скоро… Терминатор приближается, очень мало людей понимают, как это работает, очень экстремально мало, и уровень понимания, вот, как бы, он очень глубокий. А поделись своими опасениями, может быть? Ну, простой пример, вот я, как бы, обычно конференции по робототехнике обсуждаю, да, вот self-driving cars, да, вот едет автомобиль, да, ну, понятно, что, может, надо там выбирать дорогу, куда повернуть, там останавливаться на знаке светофора, но вот есть другой выбор. Вот автомобиль едет, и у него есть аварийная ситуация, и у него есть выбор, сбить человека, который впереди, или сделать манёвр и уничтожить пассажира, который внутри. Как запрограммировать это? Кто за это будет отвечать? Запустил этот или производитель автомобиля, или производитель, или пассажир, или кто? Вот, вот она проблема, вот она налицо, да? То есть, те проблемы, которые человек обычно решает сам, основание своей, там, культуры и какого-то, там, не знаю, понимания мира, теперь мы перелагаем на машину. Круто, да, я не понимаю, о чём ты. Как и в статье, последний вопрос, традиционный, который мы закрываем, такие наши интервьюшечки, это какая операционная система у тебя стоит? Можно, можно, заново. Какая операционная система у тебя стоит на домашнем и рабочем компьютере, и если это Linux, то какая компания? Ну, всё очень просто. У меня сложно назвать, что есть домашний и рабочий компьютер, у меня есть лэптоп, с которым я везде, на нём стоит Ubuntu. Вот, и есть куча каких-то сервисов, которые мне доступны, опять же, с этого лэптопа и куча машин в интернете. Ну, это Ubuntu, это Cintos, это Debian, это Razbian, это разные штуки, к которым я имею доступ со своим. То есть, ну, мой компьютер – это терминал вот к той куче машин, которая, собственно, в интернете. Я понял. Кирилл, спасибо тебе большое, спасибо, что ты участвуешь в организации конференции. На следующий год мы опять, наверное, здесь соберёмся, я надеюсь. Может быть, уже площадка побольше будет, у нас уже 200 человек, и мы здесь только-только-только вмещаемся. Спасибо тебе большое за участие и за интервью. Всем пока!